В сущности, я, честно говоря, думал так, что мы сначала договоримся, в принципе, о некотором формате, что ли, этих видео. Дело в том, что общая затея, она достаточно прозрачная. Есть концепция Олега Михайловича, за развитием которой мы вот втроем следим уже неизвестно сколько лет, давно. Она, эта концепция, развивается в смысле своего усложнения. Запись семинаров, на которых происходит обсуждение деталей происходит, сначала это было у нас на диктофонах, теперь последние годы это на видеозапись и в принципе оно общедоступно, но оно общедоступно, так сказать, формально. То есть каждый может посмотреть, но по существу сколько нужно какому-то человеку, впервые услышавшему от такой точки зрения, потратить времени и сил на то, чтобы войти, так сказать, в контекст, где происходит разговор, неизвестно. Мы вот в этом контексте находимся давно, и поэтому оценить время вхождения какого-то постороннего не можем, по большому счету. Отсюда возникает идея, чтобы мы в качестве маленьких таких наговицыных представили серию роликов, где упрощенно, но все-таки представляем эту концепцию. Я думал так, что внешней формальной стороной этих роликов должно быть то, что должна быть серия коротких роликов. не некоторое течение мыслей и речи в течение часа, а коротко, минут 10-15, но такими порциями, в которых мы порцию, там, человек один или два из нас, потому что три просто вряд ли успеем, успевали сформулировать как-то основные пункты системы Олега Михайловича. Проблематизировать, он сам ее без конца проблематизирует, и с плодами этой проблематизации мы постоянно сталкиваемся. Постоянно происходит пересмотр, говорит, вот, я написал замечательный текст, но, к сожалению, в нем совершил ошибку, потому что между этим шагом и этим на самом деле есть сложное посредствующее рассуждение, которое мы сейчас изучим. То есть, с нашей стороны, я думаю, проблематизировать еще более круто не нужно. Нам нужно представить некоторый почерк, некоторый взгляд на начало, на какие-то ключевые моменты развития мысли. Вот, и тогда есть шанс, что какой-нибудь случайный человек посмотрит, что-то поймет, и это принесет ему какое-нибудь благо. Потому что понятно, что, с одной стороны, мы, как ученики, чувствуем в себе потребность распространения точки зрения учителя по одной уважительной причине, потому что она истинна. Но тут как бы пойди в тени у кого-то. Тяжело. Непонятно, как это делать. Вот это был бы, может быть, инструмент. В конце концов, просмотреть 10-15-20 минут ролик вполне возможно. Я, может быть, сужу по себе, потому что я себя натыкаю где-нибудь на YouTube, или на Vimeo, или где угодно, на ролик длиной час-полтора, то, честно говоря, мне нужно сильно себя мотивировать, чтобы это посмотреть. Ну вот, честное слово, это как-то трудно. Просто нужно затратить время и силы, а непонятно ради чего. Может быть, ты потратишь свое время и силу на какого-то очередного идиота. Давай я тоже просто выскажусь. Я просто считаю, что надо понять, что представляет собой философствование Олега Михайловича. То ли это философствование фрагментарное, то есть он берет какую-то определенную проблему, в нее углубляется, да, и в ней пытается совершать какие-то там логические действительные ходы. Это одна постановка вопроса. Другая постановка вопроса, что Олегу Михайловичу есть некая система. Да, вот это аналогично тем, какая система есть, скажем, там, у Гегеля, может быть, там, у других философов, у Хадигеля, да, то есть когда выстраивается некое единое движение, которое является необходимым и с точки зрения необходимости охватывает все вопросы. Ну, по крайней мере, она заявляет о том, что она должна продвинуться от чего-то простого к более сложному и ответить на все вопросы. И мне кажется, третье, что важно, это важно выяснить определенного рода понятия. То есть Олег Михайлович вот как бы с середины начинает обсуждение. Что такое форма, да, что такое, в принципе, движение, да, что такое сознание, как вот понимаются какие-то основные ключевые понятия, не только с точки зрения статики, но и с точки зрения динамики. Почему формы может быть много, да, почему не одна форма, а его может быть много, чем отличается эта форма от сознания, да, и прочее. И вообще, в частности, допустим, философствование Олега Михайловича отличается от философствования близких ему по духу философов, которые меня, например, считают армористутили и гегели. Вот это вот, мне кажется, тоже важно обсудить. То есть как бы встроить систему Олега Михайловича, если это система, да, некого рода контекст, чтобы люди, которые пытаются со стороны подойти к этому, к этому явлению, да, к этому феномену, как вот философствование Олега Михайловича Наговисона, чтобы они могли понять, с чем имеет дело. Ну вот Илья может тоже добавить соответственно. Да нет, мне добавить нечего, потому что я об вашей этой идее узнал недавно, и поскольку у нас был другой сигнал, я даже не успел об этом еще подумать. Окей. Ну вот, Булат, по-моему, ты сказал одно из существенных слов, два, вернее, существенных слова, к которым я бы хотел вернуться. Философствование, с одной стороны, а с другой стороны, система. Тут штука вот в чем. Слово философствование, видимо, подразумевает тот действительный процесс мышления, который, которому можно стать свидетелем, там, на семинаре, обсуждая какую-то конкретную проблему, это нечто по своему смыслу текучее. Да, вот философствование этого человека такового. Здесь у каждого, конечно, есть какая-то своя манера, которая более или менее случайна по отношению к содержанию. А с другой стороны, с другой стороны, есть или нет система? Тут вопрос непростой. С одной стороны, не существует, насколько мне известно, в объективированном виде, то есть в виде текста, система Олега Михайловича. То есть, вот нет такого текста, в котором было бы написано движение от элементарного начала к построению целостного, целостной системы категорий, которая бы охватывала, допустим, ну там, философские дисциплины, философские вопросы. Такого текста нет, вообще говоря. Есть текст «Онтология формы», который из себя представляет такую первую философию, такой метафизический текст, но он именно развивается на почве, там все происходит на почве предельно абстрактных, предельно метафизических понятий. Там, например, этот текст не объясняет, что есть эстетика. При том, что мы знаем, что эстетика у Олега Михайловича есть. На наброске довольно хаотически ее есть в книге, опубликованной поэтико-русской прозы, вот, но они тоже там не систематизированы. А книга «Онтология формы», она просто доходит до некоторого порога, после которого, видимо, осмысленно было бы построить эстетику. Но ее еще тоже сделать. Поэтому система, как некоторое законченное описание, у Олега Михайловича, видимо, не существует. Но что есть? Есть, на мой взгляд, то, что является ключевым для создания системы. Есть начало философии его, которое вполне оригинально. При том, что мы можем, обсуждив это начало, надеюсь, мы это сегодня сделаем, указать, что тут есть родственники, что называется, близкие родственники, философы, которые начинали похожим образом. Указать на похожесть и на различие. И есть общий метод, который, насколько мы можем судить, соблюдается. По крайней мере, в проработке того содержания онтологии формы, которую мы наблюдаем много лет. Поэтому тут вот как бы так, да? Законченной системы еще нет. Но есть то необходимое, из чего эта система вырастает. Но есть сквозное понятие форма, которое выступает не только в онтологии, в смысле физики, но также выступает, скажем, в эстетике. То есть каким-то образом Олег Михайлович умудряется, по крайней мере, по этой линии, сочленять различного рода дискурсы. То есть дискурсы эстетические, дискурсы физические. То есть здесь все-таки какие-то мосты можно накладывать, хотя сами мосты фактически не осуществлены. То есть это вот объединение всем в единое целое не осуществлено. Да, они не прописаны, эти мосты. Да, но они, наверное, есть, потому что понятие все-таки одно и то же понятие, наверное. Ну, как предполагается. То есть есть некое сквозное фундаментальное понятие формы. Откуда как бы и пресекает, собственно, философствование. И что-то философствование должно как-то вот эти формы показывать, как в виде завершенных данностей, как в некоторых в виде, лучше сказать, не данности, а целостности. Вот есть некоторого рода позиции целостности, в которых форма является себя определенным образом. В частности, есть они метафизические, простые формы, а есть более сложные, которые являют себя в эстетике. Мне кажется, что вот можно было бы начать какое-то обсудить нечто в смысле начала философствования Олега Михайловича, а можно было бы попытаться просто понять, что такое форма. Вот начальный вопрос, да, как бы первый, который возникает в связи с тем, что человек пытается понять, в чем состоит онтология формы, да, надо понять, что такое форма вообще, о чем идет речь. Ну, видишь ли, это да, это совершенно необходимый разговор, но мне кажется, что здесь нужно сразу дать некоторый набросок начала философии, чтобы было понятно, почему форма так важна. И тут я бы сказал следующее. Ну, понятно, что все это дальше, что мы говорим, это не наше изобретение, это попытка высказать упрощенно на точку зрения Олега Михайловича. Он более популярный, скажем так. Да, да. Итак, начало, начальная точка, с которого начинается, собственно говоря, движение метафизическое, то та ситуация, проще которой не обнаруживается, проще которой нет. Она формулируется следующим образом. «Форма есть, и форма есть в качестве определенной, а предмет становится в этой форме». Конец формулировки вот этой начальной точки. Теперь комментарии, которые мы здесь можем дать. Речь, конечно, идет во многом о том интуитивной оппозиции, которая присутствует во всякой философии, в разных видах, в разных метаморфозах происходит с ней. Но, тем не менее, эта оппозиция везде едина. Есть оппозиция некоторой мысли, нечто того, что обозначается словом «мысль», и предмета, на который эта мысль направлена. Если угодно, душа и мир. Мысль и мир. Мысль и предмет. Здесь исходные эти оппозиции могут формулироваться совершенно различным образом. И насколько это согласуется с требованием к философии быть беспредпосылочной, потому что всякая первая философия имеет в себе такое требование – быть беспредпосылочным знанием. Это разговор очень отдельный, который состоится, я надеюсь, в другой раз. Пока сосредоточимся на том, что еще можно пояснить по поводу вот этой формы, которая есть в качестве определенной, а предмет лишь становится в этой форме. Ну, например, известное гидеревское начало феноменологии духа. А там, собственно говоря, эта же самая оппозиция формулируется следующим образом. Исходный опыт, в котором обнаруживается, с которого может начать мысль, и ниже которого она не может опуститься, он состоит в следующем, что обнаруживается сразу оппозиция – это, то, что я называл предмет, и этот, то есть мысль. Фокус в том, простите, фокус в том, что для Гегеля это и этот являются… Ну, как бы сказать… Нельзя сказать, кто из них ставшее, уже готовое, а кто только становящиеся. Они в этом смысле равнодостойны. Это уже какой-то определенный «это» и какой-то определенный «этот». Они в этом смысле равны. И там начинается диалектика взаимоотношения этих двух равнодостойных нечто. У Олега Михайловича в этом смысле точка зрения сильно другая. Определенностью и, собственно говоря, бытием, если угодно, в самом предварительном смысле слова, обладает форма – «этот». А предмет, то, что Гегель называет «это», в качестве «это» еще не существует. Он лишь становится в форме. То есть это лишь становление, которое происходит в тех рамках, которые задает форму. Вот я бы так прокомментировал. Я бы добавил здесь, что на самом деле у Гегеля под формой понимается вся чувствная достоверность целиком в итоге. То есть она исследуется, конечно, сначала со стороны как «этот», потом как «этот», потом со стороны как «этот», а потом говорится и указывается, что вся чувствная достоверность как форма удерживается только как вся целиком. И что как бы, хотя если распадается на моменты, но тем не менее, собственно, формой, да, вот сознание является вся целиком чувствная достоверность как таковая, в котором эти моменты просто являются отдельным моментом. У Олега Михайловича разница состоит в том, что если в чувстве достоверности у Гегеля, вот это мое уже некоторое видение, да, интерпретация, что форма, она представляет собой нечто определенное, да, мы когда говорим о чувстве достоверности, то есть это вот некоторого рода определенного рода опыта конкретно, то у Олега Михайловича под формой понимается на самом деле нечто другое, как мне кажется. То есть это не обязательно нечто чувственное, да, это просто нечто, что равно самому себе. Это просто другая постановка вопроса. То есть с какой-то внешней точки зрения Гегель понимает, что первичное, изначальное, то, от чего отталкиваются, оно должно быть чувственным. А у Олега Михайловича, он как бы стоит скорее здесь на логической точки зрения, что первичное, начальное – это то, что равно себе. То, что равно себе, оно первичное. То есть для того, чтобы вообще что-то было, от бытия, оно должно быть равно себе. И вот эта вот разница, это есть разница на самом деле между логикой и феноменологией. Я бы сказал так, что Олег Михайлович пытается ссетизировать в неком одном движении то, что у Гегеля различено в виде феноменологии и логики. Да, вот у него есть некая частота движения, то, что называется наука логики, и есть некая феноменология, да, как способ, каким знание только становится, да. А вот у Олега Михайловича вот эти две ситуации объединены, и у него получается, что в самой как-то феноменологии проявляет себя логика. И мне вот кажется, вот в этом какая-то новизна история по отношению к Гегель. Что вот Гегель как-то вот… Гегель вообще держится какой-то историчности, да, и у него форма изначально, если так вдуматься, вообще чиста. То есть есть некая абсолютная форма, она чиста, и потом она как-то воплощается. То есть в этом отношении у Олега Михайловича и Гегеля одной и той же позиции. Но с точки зрения развития, у Олега Михайловича получается так, что логическая форма, равная собой себе формой, умудряется одновременно быть так же и чувствовать. Вот это странно. Потому что у Гегеля не так. У Гегеля как бы чувственная форма, и логическая вынимается из нее. Это обратное движение. То есть мы можем проследить, если мы смотрим на феноменологию, что так же в ней присутствует логика. А не так, на самом деле, что форма изначальная, и она определяет в том числе и феноменологию. Хотя, возможно, здесь, наверное, интерпретации различные. Можно пытаться, в принципе, примирить здесь Гегеля и Олег Михайлович. Можно считать, что они об одном и том же говорят. Да. Ну, вот тут как бы есть сходство и есть различие. Я бы сформулировал его еще таким образом. То есть надо понимать, да, что мы даем некоторое описание, которое не противоречит друг другу. Поскольку речь идет о некотором предельном метафизическом опыте, то здесь всякое описание неадекватно. Не может быть какое-то описание вот правильным и все. Мы пытаемся лишь в этих описаниях подчеркнуть тот или иной аспект этого исходного опыта мышления, который, вообще говоря, в языке трудно выразим. Так вот, значит, еще один вариант описания этой ситуации. Я бы дал его так. Действительно, у Гегеля это совершенно определенная форма чувства. Это прям так, что называется, и названо, и именно так это анализируется. Тут вопросов нет. Олег Михайловс пытался сделать похожий ход. Помните, мы много лет потратили на анализ формы чувства? Да, на контраст. И в форме чувства обнаруживался контраст. Вот. Там, насколько я понимаю, проблема, с которой столкнулся Олег Михайловс, состояла в следующем. И я думаю, что из анализа самой формы чувства, самой формы чувства, как он ее проделывал, там нет логичного вырастания из формы чувства, формы в том виде, в котором необходимо для начала самого движения. Вот форма как та определенность, которая есть и которая задает границы для возникновения предмета. Предметов самих по себе нет. Мира самого по себе нет. Форму в этот мир, определенность в этот мир вносится мыслью. Как эйдос. Да. Есть частота эйдоса, и он вносится в мир, и в мире возникают цвета, допустим, эйдос цвета вносится, возникают цвета, эйдос звука и так далее. То есть все как бы изначально существует в виде некой частоты формальной, а в итоге как бы в чувстве оно возникает то чувственное разнообразие и многообразие, которое мы видим. Да. А чувство только вот их различает вот это многообразие. Оно потому и чувственное. Да. Оно дает лишь формы, границы, в которых все это будет существовать. То есть красное как красное это эйдос, а красное отличие от синего, это вот собственно и совершает чувство. Чувство различает цвета. Чувство указывает на границу, а сами цвета как цвета даются в виде не чего-то себе равного, не чего-то формального. Да. И важно понимать, что эйдетический подход это не что-то далеко от философии на Голистина не отличается, а эйдетический подход, безусловно. То есть она ему прямо хотя бы стоит. Эйдетический. То, что Булан сказал под этим. Нет, дело в том, что у него есть статья, как раз посвященная тому, как собственно чувство, что такое чувство. Я не помню как она называется. Там как раз указывается, что чувство только различает, а что качество как качество это эйдос, которому чувство придает сознание. Но она точка зрения есть. Она часто приписывается, например, к Платону. Да. Но в философии системы на Голистина это не так. Ну, по крайней мере, сейчас речь идет о том, что как раз Игорь заговаривал с того, что он говорил, что была у Олега Михайловича этап такой был развития, когда он об этом думал, что это так. А потом он от него отказался. Об этом и речь идет. Я не помню. Хорошо, расскажи тогда, как сейчас у Олега Михайловича. Смотрите, что важно здесь видеть, когда мы говорим о, собственно, философии. Почему его философия Олега Михайловича является философией абсолютного манизма. В то время как, например, Кантовская, Фехтианская, Декантовская философия являются, безусловно, дуализмом. И в самом деле посмотрим, что предпослано, значит, что предпослано как таковое сознанию. Мы всегда полагаем, например, в философии Фехта полагается, что сознанию предпосланы некие дополнительные чувственные качества. Например, красное или просто какое-то чувство. Оно полагается, что не предпосланы. То есть он говорит, что раз сознание занимается вслед за Кантов, тем, что распространяет вот это самое красное по некой поверхности. В этом смысле эффект вслед за Кантов говорит о том, что пространство является ничтой иным, как аплёрной формой восприятия, то есть внешнего чувства. Но здесь оказывается, что мир на самом деле дуалистичен. С одной стороны, есть некая форма, которая стоит на нашей стороне, а с другой стороны, есть некие чувственные данные. Формы, или они красные должны были быть даны, или что, или что. Он говорит, что пространственная фигура красная будет предоставлена самой себе и превратится просто в точку. Но Гавицин по этому поводу замечает, что такое краснота точки. Ведь нет красной точки, безусловно. Но это важно видеть, что, по крайней мере, всевозможное философское заключение, может быть, Гибельская, Аристотельская и Неговицына, она всегда своим одним из молчаливых предположений предполагала некий двор из мира. У нас есть некоторые чувственные данные, некоторая чувственность, которая распространяется то ли по какой-то поверхности, то ли оно придется путем каких-то более сложных форм, но, по крайней мере, вот эта двойственность, которая до этих трех крупных и замечательных философов всегда существовала, все остальные философы, исключением вот этих трех фигур, они от точки придерживаются. Поэтому, когда Неговицын начинает говорить о том, что есть некая форма, которая неконкредизирована, что такое, а предмет в этой форме становится, то, обратите внимание, предмет ни в коем случае не надо понимать как некий чувственный материал или что-либо еще, который существует перед и до этой формы. Весь предмет, который дан, он дан в этой форме, предмет в этой форме становится. Эта ситуация несколько напоминает утонченное понимание Аристотеля. Там же тоже есть материя, потому что материя с чистой возможностью. То есть в материи не есть нечто, которое этому делал предпосыл. Когда мы говорим, что форма шара делает медь в медиум, то безусловно из этого не следует ни в коем случае существует некая медь, которую надо формировать. До формы. Да. Медь превращается в форме шара, она и становится медью. Она до этого не существует как некая структанция. Это не означает, что есть некий летечек, вот у него кусок мебели, медью он отлил из мирового шара. Именно форма задает медь как медь. Может быть форма Куба тоже задает медь в медь, безусловно. Но это надо понимать, вот этот сложный и тяжелый уже. Можно вопрос ответить? Да. Ну форма шара, форма Куба. Тогда возникает вопрос, а что общего между медным шаром и медным Кубом? А вот что-то… Вот это очень интересный вопрос. Я бы ответил на него следующим образом. Что первая форма, которую можно обнаружить, которая… форма предмета, да, который… мы до тех пор говорили, да, что форма есть, мысленная форма. А предмет в этой форме становится. То есть предмет не существует до и вне формы. Он не существует в качестве внешних чувственных данных, как у Канта, да. Они в нас втекают, а мы их только сортируем по полочкам. Упрощенно философия Канта как бы говорит это. Нет. Эти, да, эти чувственные данные, они… как бы их нет вне формы. Все, что возникает, возникает внутри формы. И первая форма, которую получает предмет от формы в смысле мысли, то есть когда предмет становится оформленным и возникает впервые как предмет, что мы можем сказать о его форме? Мы можем сказать следующее, что предмет данный. Или предмет получает первую форму, самую базовую форму, которая является общей и для куба, и для шара, и для всего, чего хотите. Это форма данности. Вот что он получает первым образом. Первоначально, что называется. Мы еще не можем сказать ничего кроме этого. Еще форма не усложнилась настолько, чтобы различить в этой данности какие-то чувственные качества, какие-то характеристики. Два предмета, скажем. А? Два предмета. Или два предмета. Форма данности, так я понимаю, все-таки это и форма бытия, да? Да. Предмет есть, да. Предмет есть и предмет данный. Вот когда предмет получает такое определение, это означает, что предмет, который становился в форме, да? Он получил первую. Первый результат этого становления – это форма данности. Тем самым, что мысль отличила себя от предмета, который мысль дал. Опять-таки, про этот предмет ничего не понятно, кроме того, что он данный. И слово «есть», слово «бытие» в данном случае просто синоним слова «данность». Всякая данность есть. В этом отношении легко понять, что двух предметов быть не может. Потому что нет разницы между предметом «раз» и предметом «два». Да, все есть вода, смысл. Нет, я немножко другой вопрос задал, что форму шара делает медь меди. То есть геометрическая форма делает, допустим, медь меди. Да. Так медь, собственно говоря, что общего между медным шаром и медным пулом? Между ними общее то, что они оба из меди, так сказать. Нет, нет, смотри, позиция в следующем. Форма в формах – это не есть геометрическая. Я понимаю, что не только геометрическая. Это всякая определенность. Да. Если мы вдумаемся в это обстоятельство, что всякая определенность на стороне мысли, то что остается на стороне предмета? На стороне предмета никакой определенности нет. Есть становление. Но вот если это становление все-таки произошло, то первая форма, первая определенность этого предмета, она какова? Это просто, что предмет «дан», «дан». Все. Ничего кроме. В этом смысле, кстати, Булат прав и неправ одновременно. Тут действительно не то, чтобы какая-то феноменология или логика более-менее известна до того в истории философии смысле. Или в гусалевском феноменологии или гегелевской феноменологии логика. Тут действительно некоторая смешанная ситуация наблюдается. С одной стороны, это действительно чисто логическое движение. Феноменально пережить это в некотором опыте наблюдаемом вроде бы невозможно. Но в то же время важно не упускать, что это не просто некоторые логические измышления. Это происходит на почве чувственного опыта. В том числе. Именно поэтому, что мы можем обнаружить, именно поэтому Фалес говорит «вода». Он не может сказать «давность», но он может сказать некоторую чувственную определенность, выбрать, сказать, что вот она тождественная всему. Ну, Фалес все-таки не первая позиция, наверное. То, что все есть вода и просто есть – это разные позиции, мне кажется. Потому что, когда предмет становится водой, он получает еще какую-то определенность, помимо того, что он есть. Хотя есть – это не определенность, но в некотором смысле мы понимаем, что есть – это некий смысл. Это все-таки дальнейшее движение, когда мы говорим, что «вода есть». Не просто есть. На самом деле здесь же ведь действует простая логика. Если мы говорим о том, что есть нечто самоотождественное, то есть, если мы говорим, что форма равна самой себе, то это та самая точка отчета, относительно которого все остальное приводится в движение. У нас есть нечто не развлеченное, какой-то хаос. В этом хаосе, если мы установим точку отчета, например, одно равно самому себе, то все остальное по отношению к этому равному самому себе будет становящимся. Так уж устроен хаос, так уж устроен наш способ отношения ко всему. А если мы фиксируем некую систему отчета, то все остальное движется относительно этой системы отчета. Точно так же и здесь. То есть, предмет – это не нечто, что изначально где-то предлежал, и потом мышление к нему извне подошло и пытается его исследовать. А изначально есть некого рода хаос. И в этом хаосе возникает тождество формы само себе. Точнее, это не то, что возникает как из ничего. Оно и было. Мы просто как бы фиксируем, что форма равна самому себе. И тогда все остальное, что не равно самому себе, это и есть то самое становящееся, что мы называем предметом. Форма – нечто, равное самому себе в хаосе. То есть, одновременно как бы в силу того, что она является равной самому себе, своим бытием дает различение формы как равной самой себе и того, что в этой форме становится. То есть, все остальное. И вот это все остальное мы называем предметом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok